Одна из самых заметных волейболисток современности и либеросборной Белоруссии Елена Федоринчик не выходила на площадку с начала этого сезона. Конечно, многие задавались вопросом о том, куда делась одна из ведущих волейболисток Менчанки, ведь на играх в качестве зрителя ее можно было увидеть без проблем. Но вот причина отсутствия в игре скрывалась совершенно личной плоскости. Мы встретились с девушкой, чтобы все узнать из первых уст. Ответ на главный вопрос в самом начале интервью. Тебя же давно не было на матчах Менчанки в составе. Объяснишь, почему? Да, настал момент сообщить нашу новость. В ближайшее время мы готовимся стать родителями. Наверное, для меня сейчас не существует никаких других тем, никаких взглядов в будущее, кем я буду, а что я буду. Вот пока что все мои, весь мой интерес, вся моя энергия, да, она направлена на то, чтобы наша семья, наше спокойствие, да, вот мы жили в гармонии, уже совместно с нашим будущим малышом. Ты допускаешь, что ты можешь не вернуться в волейбол? Да, я допускаю, потому что я допускаю, что я могу вернуться и могу не вернуться. Абсолютно сейчас доверяюсь, наверное, моменту. И будем смотреть по обстоятельствам, будем смотреть по потребностям, по возможностям, в том числе и по физическим возможностям. Насколько я буду готова отдавать себя этому делу, потому что, наверное, я не могу просто существовать без желания, без энергии в волейболе. Насколько я привыкла это делать с самоотдачей, с эмоциями и с диким желанием побеждать. По крайней мере, у меня есть один запасной вариант, самый простой вариант, есть образование для этого, да, тренерской деятельности. Вижу в этом себя, потому что, благо, был хороший тренер мой первый. У меня есть представление о правильном воспитании, развитии той же ментальности в спорте и правильной постановке техники. Есть желание это доносить, есть желание обучать. Елена Федоринчик уже написала красивую волейбольную историю. Попробуйте только поспорить с этим утверждением. Елена, которую болельщики с большим стажем помнят и под другой фамилией, родилась и выросла в Гродно, откуда талантов набралось даже и для другой сборной – России. На карьеру повлияла Жанна Будько, мама олимпийского чемпиона Лондона Александра. Детство Алены – совершенно простое, совершенно обычной семья. Были попытки, по-моему, один или два раза мы сходили с подружкой на каратэ. И еще я занималась шитьем игрушек. У мамы образование закройщикой, поэтому у нас дома всегда была машинка швейная. Как-то в школу пришла наша тренер, Будько Жанна Сергеевна, и, да, произвела набор. И я сама записалась, потому что не обладала какими-то физическими данными. Ну, так начался мой путь. Время было тяжелое, как сейчас я понимаю, и по рассказам родителей было время непростое. Каких-то излишеств у нас не было. В таком случае спортсмен, который растет в скромных условиях, у него больше шансов стать большим спортсменом, чем тот, который растет в комфорте, например, вот на твой взгляд. Дети, которые не избалованы, у них есть с чем сравнить, у них есть цели конкретные. Они ставят эти цели и идут слепо к своей мечте. Сложная геополитическая обстановка, которая поначалу затянула за собой спорт, наверняка разделила сборную Беларусь по волейболу на поколение до и поколение после. Белорусские вышли в 1-8 финала Евро-2021 и наверняка на следующем ТОП-форуме, когда мы примем участие, это будет совсем другая команда. Основные моменты твоей карьеры, и они совпали, наверное, с лучшими годами, так сложилось, белорусского волейбола. И четверть финала чемпионата Европы, потом финал Кубка ЕКВ, например. Это вообще самые яркие события для тебя, и особенно если говорить о финале Кубка ЕКВ, это же финал Еврокубка. Это серьезная история, вот это пик на данный момент. Это была серьезная история в плане, я в принципе тот сезон помню очень хорошо по самоотдаче всей команды в целом. Насколько мы были едины игроки вместе с тренером, с тренерским штабом. Насколько мы шли к этой цели слепо, никого ничего не замечая, и очень ответственно подходили к каждой тренировке, к каждой игре. Знаете, да, в последнее время не хватало эмоций, так вы знаете, спортсмены зависимы от каких-то новых ощущений, от ярких побед, у нас этого не было. И вот этот уровень нам надо было пройти, чтобы добиться вот этого. Мы играли без единого легионера, все были белорусские, и, наверное, это тоже играет свою роль. Эмоции вот после последнего свистка, я думала, все. Я думала, я не выйду из этого зала, потому что мне не помогали никакие бейсболивающие, ничего просто. Но вот это желание не подвести команду, желание любой ценой победить, оно, конечно, преобладало и закрывало глаза на многие моменты именно своего самочувствия, своего здоровья. Вот эти кадры. Чем дальше, тем ярче. Особенно ценно в то время, когда спортивные санкции еще в повестке дня. 2017 год и четвертьфинал Евро под руководством Петра Хилько. Кажется, пик той сборной Беларуси пришелся именно на те годы, где особенно памятен и финал Кубка ЕКВ, в котором сыграла наша Минчанка. Несколько личных вопросов. Первый про твоего супруга спрошу. Все знают, что он и в прошлом мини-футболист, и сейчас тренер. Вы оба спортсмены, и сложно ли было на первых порах вам сейчас? Насколько сложно, не сложно? Расскажи об этом. Честно скажу, я даже не представляла себе рядом с собой человека, не из сферы спорта, потому что так получалось, что мы всегда варились в коллективе спортсменов. И, конечно, привлекают энергичные люди, люди с юмором, спортивные люди. Еще личная история. Это твоя дружба с Настей Горелик, которая играет в Петербурге уже 4 года. Но при этом мы все равно видно по соцсетям, даже чтобы близкие подруги. Насколько важен этот человек твоей судьбе? И как вам удается сохранять вот эту дружбу даже на расстоянии? Как мы с ней смеемся, наши отношения переросли в нечто большее, чем просто дружба. Наверное, мы считаем друг друга сестрами, мы очень хорошо общаемся с родителями нашими. У нас как будто одна семья уже. Настолько мы близки. Я благодарна, что у меня появилась она в жизни, потому что, да, я чувствую уверенность, я чувствую спокойствие, что кроме мужа еще у меня есть один человек, на которого я всегда могу положить, рассчитывать. В общем, у меня все. Единственное, ты, может, хочешь либо болельщикам что-то сказать. Хочу сказать большое спасибо за поддержку на протяжении всей моей карьеры, на протяжении всех моих побед и поражений, чтобы также продолжали любить волейбол, любить женский волейбол, любить минчанку, находить в нем что-то большее, чем просто развлечение. Спасибо.